вот иногда может и так трешить и не ну она просто поняла что у них есть бабки как да и с такими людьми как он надо дружить девки они очень падки на деньги на самом деле и в принципе да деньги дают вам возможность выбирать все более лучших женщин ну понимаете если как бы вы не знаете как ним подходить там как позиционировать себя с позиции сверху и так далее вы можете эти деньги просто просрать на девушек ну как бы ничего особо не изменится в вашей жизни то есть да вы можете ходить более качественные места вообще по поводу мест то есть нужно постоянно губы нужно постоянно стояли губы нужно постоянно повышать уровень мест вообще в принципе да по жизни там допустим вот июр говорю про эту столовку расскажи про столовку как хороший пример стало город у нас небольшой но тоже мне кажется в каждом городе есть сеть каких-то определенных столовых таких недорогих социальных что ходят туда люди кушают но есть кафе там чуть подороже то есть я деньгами проблем нету но все равно как бы привык экономить уже всю жизнь экономить по привычке уже ходил как бы кушал там где подешевле то есть я просто один прекрасный момент захожу в эту столовку на нашем городе то есть в этом там средне социальной то есть стоя в очереди просто как бы ну будучи в хорошем настроении стояла и слышу как вот спереди сзади просто люди они пришли на обед вот средне статистические там клерки там ну какие-то работники там офисная то есть они стоят и обсуждают у них и везде короче вот в этой толпе у всех какие-то проблемы то есть у них у всех проблемы то есть и вот это вереница вот это негативно то есть я прям добром они стоят сзади девчонки обсуждают каких-то своих подруг плохих там то есть сами причем выгодят оборка обсуждает свои какие-то подруг причем за их шмотки то есть впереди там тоже две женщины более взрослые они там жаловались на начальство естественно зарплату на только все стандартные вот эта тяжесть которая вот но реально я и она я прям я почувствовал как мне стало хреново то есть я тут же я реально я выбежал просто в этой столовой сел машину и уехал в кафе где реально там бизнес-ланч нам на 50 60 рублей стоит дороже но в кафе была уже идеальная тишина то есть люди общались ну как бы за своими столиками там если даже какие-то были проблемы то есть этого как бы было не слышно то есть я сел по поводу места то есть пищу как бы покушал вкусно не вкусно и отдохнул и вышел уже оттуда с хорошим настроением то есть вот тут как бы суть такая да что допустим если ты ходишь какой-то там сельский клуб или куда-то данно образно потом начинаешь ходить так чувак а ну-ка девка и потому что надо стараться творится вот именно в той прослойки как бы которая более успешно то есть тянутся туда реально да то есть вы себя погружайте в более дорогой мир более успешных тот в которого хочется быть потому что вот в клуб приходишь какой-то дорогой первое время там не комфортно возможно я даже рекомендую вам это как бы сначала там не подходить к девушкам просто походите просто так чтобы почувствовать себя там более-менее комфортно допустим потом в этом месте вам остается ну там нормально начните хавать хотя бы там не каждый день но там допустим раза два в неделю в более лучших столовых там кафе где-то еще да то есть повышайте постоянно уровень мест покупайте все шмотки более дорогие чем раньше то есть понятно что это надо делать все разумно но особенно касается тех кто работает на себя да это вот равно эта штука которая реально работает когда ты начинаешь больше тратить тебе попадаются больше клиентов то есть какие-то выстреливают заказы еще что-то то есть вселенная видит что здесь денег стало не хватать надо сюда добавить еще и вот эта штука она работает я многократно на себе в этом убедился че девка-то пишет юр ты ну как бы прошу я понимал сколько у тебя времени есть я хотел еще пробзиться с тобой и не поехали поехали к меркерскому поверните направо я тебе сказал что надо заранее звонить смотри какая интересная с вишенкой вообще прикольная девка да как бы как мне но она такая в этом вообще можно давать она в годах на прикольно я сейчас вышел кстати пообщался потому что варик позади даниила а как тебе снимать мы сейчас наш поедем в центр где они будут ходить и будет видно что что и где и как и чё вообще в принципе мне чем нравится москва что здесь много людей всегда какая-то движуха хотя честно говоря меня это периодически заебывает да и и как бы очень будем проезжать маяковку вот иногда хочется оттуда сбежать просто и где-то вот там в тишине в лесу не знаю там в деревне посидеть там пару дней ну вот а у меня наоборот ситуации у меня есть прикольный бывший клиент хороший знакомец артем варвас тема честно ты видишь меня тебе огромный респект и вот ты реально настоящий мужик вот большой буквы м и и он меня все блин как-то звал к себе в карелию на рыбалку когда я все-таки все брошу и поеду в карелию к тем еще на рыбалку вот это короче гостиница пекин там наверху под часами есть балкон и короче там вон видишь там люди тусят то есть под часами там барушник да можно принять туда сходить сейчас тебя девку побреет может куда-то ненадолго пойти там кальян покурить или чё но в любом случае пошли потому что пошли она и сейчас она уже не побреет а здесь вот пока написали шпака ресторан я буду делать вот справа желтыми руками сторон пока я сейчас буду делать им бесплатную рекламу там есть вот эти комнатки где можно оплатить там тысячи рублей в час да и сидеть там закрыться просто есть там нет диванов там просто вот я хочу посмотреть можно там каш кальян ну то есть там этот подушки ты просто валяешься к этой девушке гаж заранее приходи в юбке дали в платье типа стиля не зря говорю там когда вызваниваете по себя красивое платьишко есть сюда там мне легче кинестетить как бы с другой стороны тех парней которые там спрашивают как в джинсах то есть ну все просто да вы с девкой когда уже конечно какой-то хороший там короткой ноге да то есть вы наклоняете да то есть и через страны задницы и не будете лапать до лезете через джинсы со стороны попы проникайте в пирожок можете расстегнуть здесь пуговицы в принципе доступ есть всегда но вот насчет этой кафе хитом прикольно туда никто не зайдет без стука вообще то есть даже если скажешь занята никто не зайдет просто фактически это место для секса вот такой вот прикол вообще маяковка это круто как бы здесь вон какие-то телки качаются на качели еще посмотрим они такие прям на молоденькие мама 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 и мама вон какие-то секунд нам нужны нормальные девки чтобы хотя бы не стыдно было к ним подходить ладно поехали в центр вот даже вот так вот просто едя по улице медленно да можно сейчас обнаружить какую-нибудь там девушку и подойти снизу общаться на самом деле кто на тачке ребят вам вообще просто легко хотя легко всем и кто в метро легко потому что люди часто придумывать себе какую-то хрень у меня тачка не то у меня там еще чего-то сейчас обязательно какой-то мудак наверное подумает или напишет в коме так что ну конечно на такой-то машине там вот вот грех не вон какая девка идет еще посмотрим грех не там не подойти там девки ведутся ребят во первых идите заработать на такую машину я ездил четыре года назад опять это за на десятки да там лицо не очень но можно подойти посмотреть вот еще у меня была тройка это такие русские жигули а еще я ездил на метро несколько лет и вообще да то есть и дело не в тачке ни хера ребят вы вы просто гоните но еще посмотрим я хочу посмотреть что там у нас с лицом он какие-то две утятины стоят да курят пойдем юра мы с вами вместе с ними потрещим пойдем еще я припаркуюсь на аварийно снимать я решим тиму дожди они стоят короче да но какие-то мелкие да или же это и нормальный че там с девчонки че за девчонки какие ответа вот там 2 и 2 на крыльце куриц стоят а еще смотри нарисовать короче тима ты просто сейчас это пересядешь вперед и будешь вот отсюда себе спаливо снимать да сейчас это душ вот этих тима будет снимать они тоже не чат здорово и страшные что величие да не а мы едем мимо вы даже не поверить а тут вы курилку как раз искали гену с какими-то космически прозрачными тапками меня кстати у подруги такие же тапки она гордя настолько смазолила ноги вот первый день у тебя это знакомая тема да уж не да они красивые те я сейчас позволю себе вот эта хрень она жестковато я тебя не прозрачный чудеска то есть вот это намного более релаксовые тапки на самом деле потому что вот вот это реально это красота требует жертвы я не представьте чем со мной было себя бы по женщиной вообще слушайте ну вы классно выглядите как ни странно после рабочей недели а вы че тут в барушнике сидите речи а вас там какой состав то вообще что 7 делать девочек пусть и но мы сейчас короче доедем по делам и приедем к вам бросим тассы будем с вами общаться а как вас зовут наташечка тебя вова и нелла этого юра а у вас все такие же интересные симпатичные да только почему мужиков я с вами парами вы решили сегодня их слизь короче а вы работаете вместе или просто подруженстве потому что редко когда вот так вот семь штук и все подруги а вы транс аэро не проводится то есть они так они не проводницы билеты не продают и ракаж не принимаю обычно спрашивает такую херню что нет слава богу но мне даже в голову не пришло ничего кроме проводницы багажа билетов там и слушайте ну короче это давайте на всякий случай до связи какой-нибудь чей телефон и мы сейчас через полчаса подъедем как они вообще планировали мужиков сегодня не но может они сейчас и обычно девушки мы идем там женской компании до типа когда они подпевают начинается такая хрень типа где пузырьки давайте чем-либо запишите контакт чуть холодно кстати да вы очевидили да кстати вот легкий запах перегара сейчас подышим должен дыши дыши по привычке да а где восток чем смотрю а там бородатый чувак как это ваша девушка что вечер да юр там нормальные детки кстати вообще замечательные хорошие симпатичные слушайте девчонки дайте лапки пока мы такие теплые и давайте ему вторые чего расслабились телефон так мы в общем это позвоним через полчасика подскочим подскочим побормочим на как все давайте про проще давайте надеюсь что мы еще увидимся пока чё ты говоришь тем ты камера не выключай я не включая чё захотелось с тобой именно пофигачьи почему да не так себе если честно да уж это не не то что были а сейчас включим тасс и обогреемся это не то что не то что нам надо на самом деле и конечно мы к ним не поедем ну хоть не знает да мы позвали нас самих да да я сейчас можно кстати ехать и залазить на них на это не то что нам надо я там чё ну по-любому я смотрел а двух увидел вроде такие ничего там это темно и ну вот это которая повыше то она такая поинтереснее чуть-чуть да но она худенькая такая прозрачная вся то просто не у той бровей много и жопу ну блять как говорится роба роба полосатая жопа жопа волосатая рыба это короче пушкинская ребят тут рядом у нас барбадос и прочее а не помню чуть никак не получается вот эта тёлка а я тебе говорю надо заранее звонить ребят короче да есть косяк вот на примере юры сейчас да юра но неважно на примере любого человека то есть вот договорился с девкой допустим я был такой товарищ причем давай уже 1 раз на то пошло она сама мне написала то есть сама вызвала я приглашал на свидание то есть потом была какая-то пауза и она мне вчера пишет привет я сейчас даже вот там интересное сообщение такое покажи 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 чтобы они это это все подстава тёлки нас ждали 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 тёлку чего в принципе тут как бы вот это она сейчас не написала юрка давай покажи предыдущие дача я даже приторможу мне понравилось ирка шана там написала свет кстати может это включить свет есть на самом деле в тазу значит напишет завтра после 21 00 пригласи меня алкоголь не пью сигарет не корю кальян тоже покурить ну я естественно писал и банунцева ну договорились то есть сегодня днем мы с ней созванивались я все подтвердил но днем утром где-то тихо 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 проблем не было вон идет какая-то особи вы пока это говорите я пойду выйду